Так, здравствуйте. Значит, я бы хотел поговорить о следующем. Вот недавно я мельком просмотрел одну статью Фуко, Мишеля Фуко, где он рассуждает на тему различных структурирований, так сказать, общественным дискурсом, какими-то институциями нашей личной жизни. Вот, понятно, что он начинает как бы с первого уровня, такого как бы институционального насилия, который состоит в том, что люди должны определиться с гендером своим, то есть ты вообще кто как бы там, мужчина, женщина или еще кто-то, и там выбери себе предпочтительный какой-то объект. Но это, как выясняется, это достаточно общее место для всякого рода феминистической критики. Вот они тоже как бы возмущаются, как это нас заставляет определить себя в качестве некого что. Но на самом деле на этом все не заканчивается. Он говорит, что есть куда более серьезный, такой более тонкий второй момент, второй этап давления на нас, который проявляется в следующем. Когда возникают какие-то личные отношения между людьми, вот, странным образом говорит он, они всегда разные, вот, утверждает Фуко. Ну, странным образом, вместо того, чтобы, ну, как бы найти некоторое уникальное новое имя для них, исходя из их специфики, люди склонны выбирать из того, что им дают. То есть, их, как бы, их поведение дальнейшее протекает таким образом, что они стремятся эти отношения привести в соответствие с некоторыми готовыми, готовыми, как бы, сценарием. То есть, кто мы друг к другу? Вот, и этот ответ, он, ответ получается не исходя из давности здесь и сейчас, каких-то специальных специфических отношений, а исходя из вот того выбора, который лежит перед ними. То есть, это могут быть, там, не знаю, муж и жена, какие-нибудь там любовники, вот, и брат и сестра, или что-нибудь в этом духе. Какие-то особые отношения, вот, странным образом, трансформируются, стремятся к этим данным полюсам. Он, как бы, задается вопросом, отчего же так происходит. Вот, ну, я не очень внимательно там, я, как бы, мельком просматривал эту статью. Может быть, он какие-то ответы и дает на вопрос, почему так происходит. Вот, но явно они укладываются в его общую парадигму. В чем она состоит? Она состоит в том, что, с точки зрения Фуко, вот, все эти институции, вся эта речь о какой-то сфере нашей социальной жизни, там, личной жизни, она, ну, если не порождает сами феномена, то, по крайней мере, они появляются одновременно с этой речью. Вот, то есть, она не просто является неким описанием, а она активным образом формирует происходящее. И во всем разговоре Фуко о знании никогда не присутствует в качестве заднего плана какая-то референциальная реальность. То есть, вот, а как оно обстоит дело на самом деле, можно спросить, допустим, так. Вот, может быть, есть какой-то естественный закон. Никакой разговор о естественности, о, как бы, о вот этом настоящем положении вещей оказывается невозможен. И тому, как есть причины, к этому пришли. Каким образом пришли? Изначально, вот, было различие по факту, по праву, вот, которое, как бы, позволяло отличить нам ситуацию, в которой некое положение вещей сложилось случайным образом или сложилось закономерным каким-то правовым способом. Вот один из примеров, когда тиран приходит к власти, он приходит к власти, захватывая власть без всяких оснований на то. Вот. То есть, он ее фактически имеет, но при этом мы можем, как бы, ее оспаривать с точки зрения правомерности происходящего. Вот. Это мы имеем в Древней Греции. Значит, и тут можно заметить, что Древние Греки, и в этом смысле, я думаю, что, может быть, это различие по факту, по праву, явилось началом и для философии, и для науки. Вот Древние Греки, они поступают странным образом. Они, допустим, заимствуют некоторые фактические знания по геометрии, по алгебре у восточных народов. То есть, допустим, та же теорема Пифагора, ее фактический смысл, что сумма квадратов катетов, там, равна квадрату гипотенузы, этот факт был известен доподлинно давно. Вот. Просто его проверяли на практике. Землемеры там как-то много раз занимались этим, и что дело обстоит так, никто не сомневался. Это была, как бы, некоторая такая истина факта. И вот вдруг, по непонятным совершенно причинам, загадочным, о котором нам надо думать, Пифагора вдруг решает это известное положение, ну, Пифагора или его ученики, там, как бы, вопрос открытый, он решает его доказать. Это странный момент, да? То есть, зачем, как бы, доказывать то, что и так уже есть? Вот. Что эта процедура доказательства должна принести? Сейчас мы, конечно, можем сказать, что он делает, как бы, это знание более каким-то универсальным, еще как-то можем выкрутиться из ситуации, но на самом деле это нонсенс. Вот. И когда мы спрашиваем, допустим, про тирана, который пришел к власти, здесь ведь похожая ситуация, он уже обладает властью. А мы, как бы, спрашиваем, а действительно ли он имеет право на это? Что это значит? Значит, и дальше потом в истории мысли мы очень часто прослеживаем некоторую тенденцию обосновывать происходящее, обосновывать его, отсылая к природе вещей, к какому-то, к естественному, к нейчер, к натуре. И вот эту тенденцию, обоснование, ее ухватывают очень остро. Ну, в частности, в 20 веке выводят, так сказать, на свет, там тот же Ролан Барт об этом пишет, такая процедура демифилогизации происходит. На самом деле, там, где нам предлагают природу, естественное в качестве основания для происходящего, допустим, естественно, жить с семьей вдвоем, естественно, допустим, вступать в отношения сексуального характера с лицом противоположного пола. Вот везде, где идет разговор об естественности, современная какая-то там, ну, здесь современная, уже прошлого века, философская континентальная критика, она обнаруживает там, на самом деле, не естественное, не природное, а историческое. То есть фактическое. Вот так сложилось, некоторые структуры, вот, социальных отношений, некоторые, как бы, идеологемы сложились так, что данное положение вещей по факту было принято, как вот некто захватил власть. А по праву оно или нет, это вопрос открытый. Более того, все вот эти вот попытки данного положения вещей обосновать себя в качестве единственного возможного, в качестве того, что должно быть по праву, это и есть симптом его неправомерности. То есть это и есть, как бы, симптом того, что здесь что-то нечисто. Вот. И, естественно, результатом такой критики, достаточно радикальной, стало представление, вот, я возвращаюсь к Фуко, о том, что, наверное, как бы, все вот, что мы видим, все оно вот таким образом сконструировано. То есть нет тут ничего по праву. Все, что есть, оно вот так вот, как бы, имеется по факту. И все наши концепты, с которыми мы подходим к миру, они тоже, как бы, вот, сложились такими, какими сложились, других у нас нет. И сказать, что они сложились так, что они такими и должны быть, мы не имеем права. Опять же, в каком смысле мы не имеем права, да? То есть мы попадаем здесь в некоторый замкнутый круг. Вот. Правомерность, правомерность. Ну, так или иначе, ряд философ пытался как-то из этого положения выйти. Тот же Фуко, он старается всячески избегать вопроса. Все-таки порождают ли наши понятия, вот, наши, как бы, слова, вот эти определения, порождают они вещи или все-таки они где-то возникают в процессе. Вот, отсюда, из этого представления о вот такой тотальной, тотальной историчности, тотальной случайности, я бы сказал, да, нашего знания, возможно, разные выходы. Критическая теория, такая социально-критическая, она видит в этой случайной историчности этих понятий некоторую систему подавления, вот, то есть она говорит об идеологии. Кому-то идеологически выгодно, чтобы понятия были таковыми, ну, вот, допустим, тому, кто захватил власть, да, и он начинает, как бы, их обосновывать. Мы должны все эти обоснования как-то опровергать, с ними как-то работать, вот, демифологизировать, расчищать здесь все эти завалы, обосновающие, чтобы показать, что на самом деле ничего подобного нет, и мы имеем дело с обыкновенной диалогией. Вот, с другой стороны, помимо вот такого критического подхода, есть и более какие-то нейтральные взгляды на происходящее, там, та же последовательница, ну, отчасти последовательница Фукул Джудит Баттера, она говорит о том, что, на самом деле, вот эти структуры, вот, понятийные, которые могут быть случайны, да, то есть, да, они случайны, мы признаем это, они историчны, они неестественны, но при этом ничего другого у них нет, у нас нет, и помимо этого не может быть жизни. То есть, это те структуры, которые, будучи случайными, при этом позволяют вообще чему-либо быть. Вот, поэтому, как бы, критиковать их и нападать на них вот так ожесточенно невозможно, потому что, если мы от них отказываемся, мы отказываемся от всего. Вот, но вернемся, как бы, к некоторому критическому запалу происходящего. Ну, понимаете, в чем я вижу здесь проблему? Вот в этом космосе Фукул, где все, так сказать, случайным образом сложилось, и само понятие естественного, сама отсылка к реальности какой-то чистой данной, референтной, стала запрещена отсылка, в этой микрокосмосе все как-то катастрофически упростилось. То есть, ситуация стала такой же простой, в каком-то смысле, какой она была, когда люди мыслили вот эту чистую, незамутненную референциальную реальность, с которой можно как-то соотнестись и свои представления сверить. Там проблемы не было, и здесь как будто проблемы не стало. Вот, у меня вопрос как бы чисто методологический, философский или предложение состоит в том, что, а давайте представим на секунду, что мы идею вот этой реальности, или реального положения вещей вернем в игру, вернем в ситуацию, но сохрани при этом вот некоторый конвенциональный, случайный характер нашего знания. И мы можем даже сохранить его идеологичность, мы можем даже сохранить его репрессивный характер, там, как некоторые критические мыслители говорят. Пример. Возьмем, допустим, маму, которая собирает ребенка гулять, и говорит ему, одень шапку. Значит, что нам скажет на этот счет такой как бы человек с незамутненным философией мышления, который понимает, что есть реальность, есть реальное положение вещей, есть какие-то процессы, он скажет, ну, она говорит ему так, потому что как бы полезно одеть шапку, чтобы он не простудился, потому что действительно там всякий холод, вот, шапка защитит и так далее. Что нам говорит, допустим, какой-нибудь критик, вот, это может быть критик, вот такой структуралист, это может быть какой-нибудь там последователь Фрейда, лаконист или еще кто-то, он нам может сказать, что, скажем, она здесь осуществляет определенную власть над ним, вот, не так важно как бы и вообще не важно, то есть совершенно непонятно там, полезно одевать шапку или не полезно, вот. Вот, важно другое здесь, что она, как бы, пользуется определенным авторитетом, она добивается от ребенка определенного и тем самым осуществляет свою власть. Вот, я хочу сказать следующее, что, вот, парадоксальным образом, ну, мы часто сталкиваемся, что эти позиции две противостоят, вот, вот, как будто они логически несовместимы, но это не так. Мы понимаем, что, в принципе, можно их совместить и удерживать вместе, а именно, можно представить себе, что действительно вредно в шапке выходить на улицу, без шапки выходить на улицу, можно как бы постудиться. Но это не мешает маме, да, осуществлять власть и каким-то образом воздействовать на ребенка и манипулировать им. Значит, пример номер два. Это вот возвращаемся к Фуко и к вот этим взаимоотношениям. Допустим, та же семья, да. Вполне возможно, что действительно есть некоторая естественность, да, вернем, как бы, эту идею на секунду в игру. Есть естественность и есть определенные законы взаимоотношения людей, ну, подобные физическим законам, вот, которые, как бы, не так легко такому гуманитарному дискурсивному знанию опрокинут. Представим себе, что есть какие-то вот такие закономерности, которые, в общем, приводят естественным образом, да, опять же, я снова употребляю это слово, к тому, что люди объединяются в семье и вот в ячейке такие подвоя, и это каким-то образом, там, не знаю, энергетически, этически, еще бог знает как, выгоднее, эффективнее и так далее. Вот. Перестает ли быть правым Фуко, который говорит, что здесь есть определенная система принуждения, подавления, вот, разведения людей, что люди перестают, что люди не реализуют здесь и сейчас данное какое-то реальное взаимоотношение, а приводят его к некоторым стандартам. Да нет, не перестает, он по-прежнему прав. То есть то, что, допустим, есть некоторый естественный закон, не мешает тому, что мы имеем дело с системой подавления. Значит, пример номер три. Вот, тут я хочу про Крым сказать, где я увидел, собственно, процедуру размышлений, привела меня к мысли о том, что произошло в Крыму, и там я увидел схожую ситуацию. Значит, у нас, опять же, два лагеря. Один лагерь говорит, что то, что произошло в приседении Крыма к России, то, что произошло, это произошло по праву. То есть люди хотели попасть в Россию, они это получили, это правомерное действие. Значит, другой лагерь говорит, что нет, как бы, это рейдерский захват, это незаконно, и вообще, как бы, нет никаких таких правовых оснований, это вообще вне правого поля, чтобы такое происходило. Вот, то есть здесь вообще невозможно говорить о каком-то поправе. Вот, просто по факту это произошло, и все. И, соответственно, как бы, две позиции, одна категорически позитивная, ну, или так, позитивная, другая негативная. Так вот, опять же, как мне видится, сложность ситуации, я все время призываю к тому, чтобы усложнить ее, да, и как-то приблизиться к реальному положению вещей. Сложность ситуации состоит в том, что действительно по праву, какому-то естественному праву, да, население хотело попасть в Россию, и то, что произошло, правомерно. Но это не мешает тому, чтобы это произошло путем рейдерского захвата, неправомерного. То есть представьте себе ситуацию, что, допустим, опять же, я не призываю вас соглашаться с теми или с другими, да, я не призываю вас соглашаться сейчас с тезисами, я призываю вас вообразить и понять, возможно это или нет. Представьте себе ситуацию, что некто, допустим, фальсифицирует референдум, но фальсифицирует его таким образом, что результаты, на самом деле, совпадают с теми, какими они бы были, если бы люди голосовали честно, да, то есть если бы им дали голосовать. Ну, непонятно, вы можете сказать, зачем это делать, да, вот, это отдельный вопрос, но мне кажется, вот эта ситуация, она наиболее адекватно отражает то, что произошло. То есть с одной стороны мы имеем дело с тем, что, ну, о чем что-то возмущаться, результаты-то совпадают с тем, что люди бы сказали, если бы им дали, да, совпадают. Но референдум, допустим, фальсифицирован, вот как быть в этой непростой политической ситуации, как бы на сторону чего становиться, понимаете? Так ли важны средства или важна цель? Ну, это немножко из другого разговора, немножко понижает градус. Вот еще пару слов, та же структура в пропаганде, да. Что такое пропаганда? Когда мы говорим о пропаганде, мы все время подразвиваем как-то непроизвольно, мы думаем о какой-то дезинформации. То есть, ну, этому нас учат еще и, в первую очередь, всякие антипропагандистские, там, сайты и ресурсы, да, что делают антипропагандистские сайты? Они выявляют, там, в тех же масс-медиа дезинформацию. Они говорят, ну, посмотрите, вот здесь, как бы вам сообщили не то, вот здесь вам сообщили не полную информацию, вот здесь вами манипулируют так и так и так, да? Вот, потому что на самом деле, говорят они, все обстоит в следующем образом. Но мы можем спросить, а неужели невозможна такая, такая пропаганда, которая сообщает нам правду, причем, как бы, во всей ее полноте. То есть, не просто там какую-то часть, что-то умалчивает, о чем-то сообщает. Нет. Которая действует таким образом, что сообщает всю правду. Разве она, спросим мы, перестанет от этого быть пропагандой? Разве, как бы, характер сообщаемого, его истинность определяет ее, как пропаганду? Нет. Вот. Что? Нет, говорю, нет. Нет. Вот. И вот это самая интересная ситуация. То есть, иметь дело с пропагандой, которая сообщает тебе, как бы, истинное положение вещей, но при этом, она является пропагандой. Вот как быть с ней? Мне кажется, в этом... В чем характеристика пропаганды, собственно, как пропаганды? Ну, как бы, по интенсии. Вы препрессивного характера дискурса. Да, вы... Совершенно верно, да. То есть, это истинно, но, с другой стороны, она пропаганда. Да. Об этом и речь. Режимки и репрессивный характер дискурса сохраняются. Почему-то, как бы, почему-то, чисто, так сказать, логически мыслительно, нам не так просто удержать вот это вместе. Вот. Удержать, что истина, допустим, истина может быть репрессивной. Причем, как бы, истина с большой буквы, да, то есть, не какая-то относительная истина, а полная истина. Вот. Но, не удерживая этого, мы, в общем, не поймем, мне кажется, очень многого в происходящем, и мы не сможем занять какую-то правильную позицию. Потому что, когда я вижу, что одни правы и вторые правы одновременно, но при этом, как бы, их правота не мешают друг другу, на самом деле, их, как бы, противоречие не является противоречием. Вот. Мне хочется напомнить о том, о чем я напомнил. Повтори, пожалуйста, про Крым еще раз. Про Крым. Значит, про Крым. Я вижу так. Значит, есть одна группа людей, которая заявляет, что то, что произошло, присоединение Крыма к России, вот, это, по сути, они так и говорят, что по-хорошему это все правильно, да, это по праву. Потому что, ну, это наша земля, вот. Это, как бы, наша земля. Люди там, которые живут, хотели к нам. Вот. Не важно, как это все произошло, там, были зеленые человечки, не были, вот, там, как проходил рефередум, но, по сути-то, это ведь так и должно было быть. Вот. Это одни люди. Вот. Я предлагаю на секунду с ними согласиться, да, это тоже, как бы, спорный вопрос, да, но давайте им поверим, да, или давайте с ними солидаризуемся и скажем, да, это так. Теперь послушаем других людей. Они говорят, что то, что там произошло, вот, со всеми этими, там, зелеными человечками, с референдумом, там, таким, как бы, стремительным, полувоенизированным и так далее, это рейдерский захват. Вот, как захватывают, там, там, какие-то структуры, там, какие-то... То есть, то, что произошло, это незаконно, это, как бы, не по праву, это фактический захват власти. То есть, рейдерский захват, это, вот, подобно вот тому тирану, да, он пришел, как бы, но никакой легитимности эта процедура не имеет. Вот. Так я хочу сказать, что, вот, как ни странно, обе эти точки зрения могут существовать, ну, как бы, их можно совместить, их можно удерживать вместе, и можно понять, что возможен такой, такая ситуация, что некто приходит к власти, вот этот тиран, да, с одной стороны, он захватывает ее самовольно, с другой стороны, он одновременно с этим имеет право. Вот, в классической, как бы, вот, в классической элифтамине по факту, по праву такого не могло быть. Вот. А здесь мы видим, что это может происходить, что может, допустим, быть какой-то естественный процесс, что может просто быть совпадение, да, то есть, ну, я не знаю, частицы, если на примере физики, да, частицы могут двигаться определенным образом, да, и их движение фактически будет совпадать с, допустим, с предсказанием какого-то закона. Вот. И нам очень сложно удерживать, нам очень сложно не отождествить их, да, не сказать в этой ситуации, что, ну, значит, как бы, значит, они действуют по закону. Понимаете? А может быть, они просто случайно, может, случайное положение вещей, да, совпало с законом. Вот о чем я хочу сказать. Что, то есть, вот ситуация с мамой, да, это тоже, как бы, наверное, хороший пример. Мама говорит ребенку, вот то, что нам... Мама говорит правильную вещь, но она делает это в форме репрессивного указания. Или наоборот, тут надо все время переворачивать, да, или наоборот, она делает это в форме репрессивного указания, но она говорит все-таки правильную вещь, да? Да, какая разница? Ну, разница, как бы, разница в том смысле, что, ну, тут с одной стороны никакой разницы, с другой стороны большая, потому что, когда, как бы, говоришь только одно, то это можно утянуть на сторону одного лагеря, понимаешь? Сказать, что нет, она не ва... То есть, как бы ты добавляешь, как будто не важно, что она говорит правильными, ведь она делает это в репрессивных целях. А одновременно, можно сказать, не важно в каких целях она... Ну, конечно, отчасти она делает это в репрессивных целях, но это форма сообщения, форма дискурса. Ведь ясно, что целью присоединения Крыма отнюдь не являлось унижение Украины. Но по факту, это и есть факт унижения Украины. Но это, наверное, относится к форму. Но вот так. Ну, так, да. Что еще добавлять? Мне кажется, тут вопрос с суверенным интересен, с тираном, да? Ведь тиран, в своем понимании, да и суверен, да? Кто-то понимает решение, в том числе взять власть. Вот. И никакой легитимности тут, в принципе, речи идти не может. Не, ну, была эта легитимность, допустим, родственная, была легитимность избрана, допустим, народным собранием. То есть различные формы легитимности придумывались, да? Тут же, как бы, может быть, опровергались, да? Потому что к ним самим можно предъявить те же претензии, да? Насколько легитимна эта форма легитимности? Насколько, как бы, правомерно такое право, да? Ну да, вот когда Таиран вводил, по-моему, в 1815 году, когда там был Бенгельский конгресс, понятие легитимности, он же ссылался, кстати, вот впервые появился, он же ссылался на обычай. Да, традицию, да. На Франции есть такая традиция, вот, чтобы правил королевский дом. Вот он есть, пожалуйста. Вот это он называл легитимностью, да? Да. То есть ссылка на обычай. Не на право, а на обычай. Ну и потом, как понятие легитимности развивалось? Легитимным становилось то, что принималось по факту. Вот взяли власть, прошло там 10 лет, стали легитимным. Привычными. Народ принимает. Так? Ну, я хочу сказать, что ни о каком праве речь идти не может. Ну, в каком-то смысле, да. Но, как бы, когда мы локально задаемся этим вопросом, да, мы спрашиваем именно о том, ну вот, мы и говорим о том, что, допустим, Крым тот же, да, был в составе России столько-то времени, да, то самое, да, то есть привычно, что он наш, вот. Но при этом мы привлекаем это время, чтобы что? Чтобы обосновать его дальнейшее нахождение. Время, да, легитимировать ситуацию. Да, легитимировать ситуацию, как бы ее обосновать. Так вот, сам вот этот посыл, обосновать фактическое положение вещей, он сам по себе немножко удивительный, да, то есть что нужно вот сейчас вот взять и обосновать фактическое положение вещей, вот. Или какое-то решение. Ну, решение понятно, да. Решение, наверное, понятно. Решение суверенно. А обоснование только одно, это положение вещей, длящиеся во времени. Ну, это такой исторический подход, да. Да, да, может быть. Но не всегда так, нет, ну, скажем, нет, есть же какая-нибудь там, знаю, этика Канта, да, где некое должностование приходит там из разного, да, то есть не важно там, что там было, какие последствия будут, какие предыдущие состояния. Нет, но если что было, с этической стороны это тоже обосновается, потому что одно дело, в первый момент это может вызвать этическое неприятие. Но если люди потом с этим свыкаются, это значит, что из этической точки зрения они проходят к этому обоснованию. Вот так. Ну, я не знаю, как бы, могу другие примеры привести. Вот, скажем, есть музей современного искусства, да, в котором выставлены, не знаю, картины, какие-нибудь старых мастеров и новые картины, там, совершенно разные, там, какой-то Писсуар, Дюшана, еще бог знает что. Да, можно задаться вопросом, вот это единство, да, всех этих вещей, как произведений искусства, вот мы их называем все произведениями искусства. Вот мы имеем право называть их, как единое произведение, ну, как бы объединять их в это единство, или нет? То есть, в чем наше право? Или они случайно собрались в этом одном месте, да, будучи из разных областей, как бы, может быть, есть много искусств, может быть, есть, как бы, искусство А и искусство Б, и между ними, скажем, ничего нет общего, но они просто по факту, опять же, оказались в одном месте в одно время. Вот, и мы спрашиваем, насколько, как бы, это правомерно. Но, моя мысль основная состояла в том, что, может быть, такая ситуация, что они по праву принадлежат одному семейству, допустим, вот эти произведения искусства, что они их действительно что-то объединяют, но в этом музее они были собраны, они собрались случайно. И вот эту ситуацию, случайности их сочленения, это очень, как бы, сейчас популярная тема, там, у спекулятивных реалистов, вот случайности, как бы, совпадения, да, в пику причинности, в пику какого-то закономерности, случайность схождения разных вещей. Так вот, эта случайность, как бы, во-первых, она не мешает существовать закону, не мешает существовать этому праву их, и их можно различить, и можно удерживать там, эту дистанцию. То есть, вот что я хотел сказать. Я-то о другом говорю, о праве Суо Гарена, волевое решение собрать всю коллекцию картин вместе. Я не знаю, хорошо из этого получится или плохо, но мне кажется, что хорошо, и я принимаю решение. Но здесь нет проблем. А потом мы смотрим. Но здесь нет проблем, но вот он собрал и собрал. А я говорю про то, что если мы в ситуацию вернем представление о какой-то, ну, истине самой по себе, да, о вот этом истинном положении, действительно ли эти картины все являются, как бы, произведениями искусства, и все, как бы, принадлежат вот одному семейству родовому, да. Вот. То есть, фенотипически, допустим, какие-то животные могут быть похожи, да, но если мы начнем разбираться, как бы, генотипически они различаются. И наоборот, да, вроде как бы фенотипически разные, а генетически одинаковые. Так вот, если, допустим, что-то совпало фенотипически, вот, фактически, да, вот, но при этом существует, если мы вернем, как бы, в игру, в философию, в наш дискурс разговор о истине, как-то самой по себе, вот, то есть, об этом генетике, допустим, да, вот, и это не мешает нам сохранить различия между ними, то есть, это ситуация, когда там генетически они одинаковые и фенотипически они одинаковые, не мешает нам говорить о том, что фенотипически они совпали случайно, вот, как-то вот так, да, когда, понимаете, нет, генетически совпали случайно, фенотипически разные? Нет, когда, нет, я именно вот это вот, если они, допустим, фенотипически похожи, да, вот, и если нам скажут, что они и генетически похожи, мы скажем, ну, так понятно, почему они фенотипически похожи, потому что генетически, одно из другого вытекает, все, закон работает, все, мы, как бы, устранили ситуацию вот этой сочлененности случайного совпадения, вот, но на самом деле, как бы, мы можем этого не делать, мы можем сохранить ее, мы можем сказать, что, как бы, существует одно и существует другое, вот, и одно не мешает другому, то есть, Крым, как бы, действительно должен принять Россию, но то, что произошло, это рейдерский захват, вот, и вот в этом, как бы, зазоре, вот, мы существуем, и нам нужно как-то с этим иметь дело, с этой разбойностью, мира на фактической и вот по праву, как-то так. И картина мира? Ну, да, здесь где-то есть картина мира, вот, я, когда вы рассказывали, я думал, как бы, все-таки она там или здесь, вот, как вот это отношение картины мира и реальности можно перенести на вот это различие, но здесь для меня важно, чтобы одна из, а один из пластов был, как бы, вот, какой-то такой реальностью, ну, самой по себе, да, то есть, ею возвращаю в игру, чтобы создать вот это напряжение, вот. Нет, но в данном случае реальностью является Крым, Крым наш. Ну, да, 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 это понятно. А противоречие возникает между чем и чем? Не между картиной мира и этой реальностью. Да, между двумя формами легиметизации. Да, да, а между разными картинами мира? Ну, не готов говорить, что разными картинами мира, но у меня формы легиметизации возникает противоречие. Ну, можно, можно, тоже, про шапку же можно тоже сказать несколькими способами, одень шапку. У тебя будет несколько разных форм легиметизации в этой самой ситуации. Правда же? Нет. Ну, про шапку, ну, как можно про шапку? Ну, можно сказать, ты, 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 мелкий каденыш, типа того, что. Ну-ка, слушайся меня быстро, одевай шапку. А вторая, значит, ситуация, нужно надеть шапку. Почему? В первом случае, потому что ты должен меня слушаться, поэтому ты надеваешь шапку. Вторая, это ситуация. Ты пойми, что истина, что не надев шапку, ты заболеешь, она является... Да, она является одной, но репрезентация... И она и есть репрессивная инстанция. Сама истина в данном случае, как бы, интонации вам и не... Нет, я-то полагаю, что как раз не интонация вам, а форма именно самого указывания, то есть самого, что человек должен надеть шапку. Вот это, это ее репрессивный характер. То, что истина произносится. Ну да, то, что она произносится, то, что она указывается, да. Но то, что она делается, в этом ее репрессивный характер. Ну, в этом смысле, да, с Крымом похоже. То есть, Крым наш, вот, но нельзя было его забирать. Понимаешь? То есть, нельзя было высказывать это высказывание. Нет, нет, просто нельзя, да. Он по праву наш, да? Ну, как только, как бы, мы это производим, действуем... А там различные формы легитимизации могут быть уже, в самом по себе. Может быть, отсылка к исторической традиции, может быть, отсылка еще к чему-то. Нет, нет, просто, просто, нет, я здесь, как бы, я здесь отвечаю на твой парень. Отсылка к право-суверену, там уже 15 минут, как батарейка кончилась в микрофоне. Вот, они у меня, как бы, выступали, вот, как фукеанское крыло, да. То есть, там у меня традиционалисты, такие классики. А здесь фукеанское крыло, которое говорит, что нет такого, нет возможности легитимизировать происходящее. Не существует. Не то, что это разные легитимности. Они говорят, а... То есть, это же было даже... Ну, нет, 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 нету возможности. Потому что, сам по себе, если ты оказываешься вам, как неопределенного дискурса, то ты оказываешься... Территория принадлежит уже другому государству. Нет, как бы, никакого, никакого права, вот, ему стать территорией, там, России. Вот, вот так, понимаете? То есть, в этом, в этом крыле не существует просто легитимности у происходящего. Я понимаю, я просто говорю, что ситуация с картиной мира, она прозрачна. И когда эти все сложности, они абсолютно ненужными получаются. Вот смотри, есть Крым наш, да? А есть нам, 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 хочет. Есть одна картина мира. А есть другая картина мира. И вот, в одной, это справедливое утверждение, да? А в другой, это, в картине мира, это утверждение несправедливо. Это разные, принципиально, разные картины мира. С нашей точки зрения, это все прекрасно, вписывается, что интересно, в том числе, и с правовой точки зрения, я тебе могу привести на крыльянских сайтах. Вот мне не нравится это, я объясню. Мне не нравится, это слишком просто. Это все равно сказать, что пропаганда нам врет. Понимаете, когда пропаганда нам врет... Подожди, это какая? Пропаганда исходит отсюда. В нашей картине мира все чисто и гладко. А в этой картине мира существует громадный минус. И все это проблематично и подсомнение этого утверждения. И вот здесь-то проходит граница. Антагонистическое противоречие. И везде есть национальная вражда. Это разные картины мира. Понимаешь, ты вот берешь частные случаи и мелкие какие-то утверждения, тезисы, да? Просто нет, просто ваша картина мира разбилась по принципу какого-то конкретного утверждения. Вот одни считают Крым наш, другие нет. Но это неинтересно, понимаете? Это как все... Ну потому что... Это понижение грауса... Это утверждение, понимаете? Понижение грауса... Какая разница нашу на линии наш, понимаете? Как бы... Что само по себе форма высказывания... И фига себе понижение грауса вплоть до мировой ядерной войны. И тем не менее. Да, понижение грауса до мировой ядерной войны. Именно так. Да, объясните мне, в чем понижение грауса. Да, именно так. Речь идет о том, что само высказывание, потому что оно формирует некое насилие. Спасибо. 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 Спасибо.